Вот замечательного произведения, вот этого альбома, где собраны, вы не поверите, политические карикатуры. А, чего это? Похолодели многие сейчас. Да, а они собраны здесь. Он не боится подписываться под ними. Это еще на розовой бумаге. Да еще на розовой бумаге. И, в общем, художник, кинорежиссер, сценарист и один из основателей того, чем Дмитрий по-прежнему блестяще руководит, является лауреатом нашей премии этого года. И я попрошу, ну, сам вручили другу альбома. Да, это мне. Ну, я не ожидал, что мне поручат. Я думал, что здесь еще более именитые будут люди выступать и Виктора Ивановича поздравлять. А мне очень приятно именно сегодня у нас, Виктор Иванович, помнишь, 30 лет нашей первой выставки, которая была под Петербургом. Мне просто показатели. А, что? Выходи сюда. Вот, давайте по-настоящему. Виктор Иванович. Виктор Тихомиров, кто не узнал. Я уже получил премию? Нет, еще не совсем. О чем меня? Да, Виктор Иванович, как раз в эти дни происходило 30 лет назад. Закрытие выставки Митьков в доме ученых в Устежоре. И там замечательство с тобой, ведь отец, наш друг, вот классный концерт, акустический помнишь. То есть, не прошло и 30 лет. Вот, и мы встречаемся вот здесь. Там, где Пушкин, можно сказать, державят, богословил Пушкина. Понимаешь, в каком месте стоят? Я не знаю. Вы выбрали, кто из вас кто? Нет, девочки. Я думаю, что державенные все-таки более такие солидные люди. Вы оба Пушкин, дядя Ваня, да. А просто мы привыкли как-то, что Пушкин, что Лицей. А я помню, как московские артисты приезжают, они плакают. Просто я не понимаю, что в таком месте, то есть, это что-то для них действительно такое. Поэтому, Виктор Иванович, заслужил награду. Дай-ка, зачитай, за что. Решением Совета учредителей и жюри Цискосельской художественной премии 15-го года присуждена Виктору Тихомирову, Загни Курьбу, рисунке на розовой бумаге. Ура! Спасибо, Виктор Иванович. Тронут, конечно, в том, мозг костей и вручение к Казельской премии. Значит, всю жизнь ожидал, когда уровень сообразительного искусства опустится до моего. Мне нужно было уже наградать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и, собственно, спасибо. Единственное, что я вас прихвастнул, что в этом аргуме 80 рисунков из примерно 8-сов. То есть я давно, вот там, в «Деловом Петербурге», это из газеты «Деловой Петербург». Каждую неделю по пятницам выходит такой мой рисуночек. Назад у моей редакции тему. И примерно там взгляд редакции ищут поправленный на мой взгляд. Когда он у меня есть, конечно. Потому что чувствую политически, я так пальцем постараюсь не очень. Вот, собственно, и все. Читайте газеты «Деловой Петербург». По поводу работоспособности Виктора Ивановича, можно я добавлю два слова? Виктор Иванович пригласил на пленэр по городам Германии побежденных. К 9 мая как раз у нас была выставка. А нет, было 6 мая в Берлине. И он меня заразил в свои трудолюбием. Он, если с того в 6 утра начинал рисовать с натуры, и продолжал ночью у себя в номере. То есть по три картины в день примерно рисовать. Две, три, четыре. Да, нет, действительно молодец Виктор Иванович, причем большинство хорошее. Но я решил не уступать. Я тоже стал рисовать по три, и даже на одну больше нарисовал. То есть мы снирдовались. Тоже я молодец. На самом деле, кто помнит, Винцент Ван Гог, он выходил на пленэр весь маленький какой-то, и он брал большой холст, как мы брали с тобой. Рисовал уже сразу картину. Тоже там и тюк. По три картины в день. То есть вот так, дорогие. Это, конечно. Виктор Иванович, спасибо тебе большое. Ура! Там, кстати, вот в комнате для особо отличающихся. Там еще, по-моему, целая коробка этих коробок. И кто очень стремится, может взять и подарить. А я вот сейчас не понял. Митя свою-то картину подарил какую-нибудь? Ну, в Трест, и уже мне там. А, там подарил. Не постеснялся? Подарите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ